Наше вам кубическое здрасте! Или просто привет, кубисты! За последние пять лет эти два приветствия наверняка стали для вас уже практически родными. Именно с этой фразы в далёком 2012 году началась история видеоблога «Два в кубе». И сегодня мы вместе с вами подведём итоги этой пятилетки, вспомним всё самое важное, интересное и хорошее из истории видеоблога и, конечно же, обозначим, что же будет с «Два в кубе» дальше. Поехали! Когда я решил создать свой видеоблог, тематику настольных игр в России освещало всего лишь два YouTube-канала. Уже потихонечку клонящиеся к закату настолье Паши Маслова и только появившиеся настолочки на канале Дяди Шурика. А через несколько месяцев после запуска «Два в кубе» стартовал и небезызвестный братец Ву со своими настольными летсплеями. Мне же хотелось пойти немножко по другому пути. Делать канал о настолках более живо, весело и интересно, и при этом более широко освещать это хобби. Делать скорее такое шоу, нежели серьёзный информационный блог. Изначально в виде идеи «Два в кубе» должен был стать чем-то вроде полноценной телепередачи о настольных играх, в рамках которой я бы делился новостями настольного мира, анонсами новинок, репортажами с мероприятий, интервью с авторами, издателями. И лишь вишенкой на торте, последней рубрикой этой передачи, должен был стать обзор. Именно в таком виде появился на канале пилотный выпуск. Наше вам кубическое здрасте. Меня зовут Алексей Суйков, и это программа «Два в кубе». Всё самое актуальное и интересное из мира настольных игр в России. Но первые же комментаторы предложили разбить это видео на рубрики и выпускать их отдельно. Что я и сделал. Конечно же, всем больше всего нравились обзоры. Их смотрели, их хвалили, их просили выпускать всё чаще и больше. Поэтому на другие рубрики блога катастрофически перестало хватать времени. Надо сказать, в те золотые годы работать с отечественными издателями было гораздо легче и приятнее. На обзор безо всяких проблем давали абсолютно любую игру. А некоторые даже сами высылали все выходящие у них новинки. Мне тогда даже предлагали просто предоставить коробки игр, чтобы я их красиво расставил на полочках за своей спиной. Но ту планку качества, которую я задал даже в самом начале, а потом ещё и постоянно повышал, совершенствуясь сам и покупая новое оборудование, было очень сложно поддерживать. Тем более в одиночку и не обладая всеми необходимыми для этого навыками. Именно поэтому видео тогда выходили не чаще, чем раз в две недели. А иногда и того реже. Кстати, об оборудовании. На протяжении этих пяти лет я сменил три камеры, пять микрофонов и четыре раза заменял или улучшал осветительное оборудование. Один из осветителей реально взорвался в процессе съёмки, да так, что раскалённые осколки стекла просто намертво вплавились в ковёр. А однажды прямо на меня упал стеклянный плафон с люстры. Я поучаствовал в нескольких челленджах, включая знаменитый Ice Bucket, где помимо кубиков льда добавил в ледяную воду ещё и обычных игральных кубов. Подписал меня на это сомнительное дело мой друг и блогер Кирилл Сойеров, с которым мы сняли полноценный совместный обзор и даже тройное кроссовер-видео о покемонах с Колей, АК, Pixel Devil или Russian Geek. На канале рождались и умирали самые разные рубрики. Не особое мнение с акцентом на моих личных впечатлениях об играх, Board Game XZ с рассказом об электронных воплощениях настолок, Вскрытие покажет, где я постарался превратить простые распаковки практически в полноценные трейлеры. Краткие обзоры серии «Это что за покемон», большие и подробные обзоры зарубежных игр в рубрике «Железный занавес», куб-репорты с игровых партий во всякие интересности, озвучка и переводы юмористических видео на настольную тематику, шуточная полупародия на разрушителей «Легенд», от которой у всех бомбануло так горячо, что мне до сих пор пишут гневные комментарии. Четыре года я сопротивлялся и отказывался снимать на канале летсплеи, но просьб об этом было настолько много, что в итоге и я сдался. Мне самому они по-прежнему не слишком интересны, но многим из вас они нравятся, так что выходят до сих пор. А если их будут смотреть поактивнее, игровых партий на канале будет еще больше. Нельзя не упомянуть и о нашем грандиозном проекте D4, где мы постарались создать именно настольное игровое шоу, в котором показан был не только игровой процесс, но и эмоции игроков, что, на мой взгляд, куда важнее игрового стола. На перезапуск этого шоу мы возлагали очень большие надежды. Были заключены договоренности не только с крутой профессиональной съемочной группой, но и даже с одним телеканалом, который был готов взять в эфир целиковый сезон нашего шоу. Но сразу после съемки пилотного выпуска наш инвестор пропал с радаров вместе с деньгами, ввиду чего мы не просто не выполнили своих обязательств перед каналом и продакшном, но еще и сами остались должны. Зато весьма позитивно сложилось сотрудничество с легендарным журналом Мир Фантастики, который стал верным информационным партнером 2 в Кубе и до сих пор регулярно публикует мои видео. За эти пять лет я снял почти десяток специальных видео по вашим заявкам, в одном из которых приняли участие сами зрители 2 в Кубе. Рассказал и показал, как производят настольные игры и из чего лучше начать знакомство с ними. Несколько раз я пытался улучшить оформление канала, обращаясь как к своим зрителям, так и к профессиональным дизайнерам. Увы, ни к чему это так и не привело. Но я до сих пор не оставляю надежд, и если вдруг вы хотите помочь, пишите. Пообщаемся. Кстати, а вы помните, что в самом начале у 2 в Кубе была полноценная видеозаставка? Главную музыкальную тему я тогда придумал и записал вот на этой гитаре. Сейчас попробую изобразить. С больной рукой, конечно, это будет не очень удобно и приятно, но... А перезаписать ее несколько лет спустя более красиво и качественно мне помог никто иной, как Денис с канала Твой Игровой. Но он парень скромный, так что тогда отказался от упоминания в видео. Но страна должна знать своих героев, так что, Денис, спасибо тебе! Фил, кстати, тоже неоднократно помогал нашему каналу по части картинок-заглушек. Очень классно, когда у тебя есть дизайнерские навыки и умения, и ты можешь легко и за несколько минут сделать красивую картинку, а не сидеть несколько дней, чтобы в итоге получилось это. Кстати, о других каналах и блогах. Пять лет назад мы с вами начинали практически в полном информационном вакууме. Каналов о настольных играх почти не было. Они иногда появлялись, но очень быстро исчезали. Даже самые стойкие бойцы настольного фронта со временем, увы, перестали снимать. И ни один настольный канал даже близко не подобрался к нашей с вами отметке в пять лет. Тем не менее, мне кажется, что нам хоть немного, но удалось переломить ситуацию. Своим личным примером я показал, что каналы о настольных играх тоже имеют место быть, могут расти и развиваться, хоть и, конечно, черепашьим шагом по сравнению с остальным ютюбом. Мне частенько пишут люди, что Два в Кубе вдохновило их на создание собственных игровых каналов. И я этим искренне горжусь. Вместе с Хобби Ворлд мы провели масштабный конкурс настольных видеоблогеров, который стал хорошим трамплином для тех же Дэна и Фила с будущего канала Твой Игровой и многих других классных молодых каналов о настолках. Многим из них я постарался так или иначе помочь и всегда с огромным удовольствием принимаю участие в каких-то крутых и веселых совместных видео. Но самое главное, что за эти пять лет видеоблог Два в Кубе помог огромному количеству верных подписчиков и случайных зрителей канала, заядлых настольщиков и абсолютных новичков в нашем хобби. Вместе мы узнавали о новых интересных настолках, следили за развитием индустрии, за появлением новых имен на настольном рынке. Я побывал едва ли не на всех крупных настольных мероприятиях в нашей стране, где всегда с удовольствием общаюсь с вами лично. Но самое яркое событие — это, конечно же, наш с вами пятый день рождения. Я все-таки смог устроить настоящий праздник — свой собственный фестиваль имени Два в Кубе, приуроченный к Международному Дню Настольных Игр. На протяжении этого дня сотни людей абсолютно бесплатно играли в крутые настолки, участвовали в конкурсах, задавали мне вопросы и получали на них ответы, и даже ели вкусный именинный торт. Ура! Ура! А после самого мероприятия в Москве я еще целых два месяца подряд устраивал конкурсы и дарил подарки своим зрителям со всего интернета. И, наконец, наш юбилейный марафон завершился серией больших и подробных видео о настольной игре Battlestar Galactica, которую я считаю лучшей настолкой всех времен и народов. Что же будет с каналом дальше? За свою пятилетнюю историю Два в Кубе достиг определенные вершины своего развития, став одним из самых крупных и авторитетных тематических СМИ в России и СНГ. С блогом готовы сотрудничать зарубежные авторы издательства, а мое мнение и рекомендации интересуют порой даже наших локализаторов. Неужели настало время поставить точку? Или пятилетняя история блога была лишь прологом, и его история только начинается? Если кратко, ни первое, ни второе. У меня, как и у любого живого человека, достаточно разносторонние интересы, которые не ограничиваются только настольными играми. И, как любому человеку, мне не просто хочется, а необходимо развиваться, двигаться дальше, пробовать что-то новое. А на нашем канале, к сожалению, любые эксперименты принимают скорее негативно. Поэтому в главных планах на будущее у меня сейчас скорее развитие второго моего канала, другого контента и в какой-то степени даже другого меня. Там я смогу пробовать любые новые форматы и совершенно разные тематики, которые мне интересны. Мне хочется создать более живой канал, который гораздо лучше отражал бы настоящего, разного меня, а не просто говорящую голову, пересказывающую правила очередной настолочки. Закрывать 2 в кубе совсем я не собираюсь как минимум из уважения к вам, моим верным зрителям. Но выпускать видео в таком же объеме, как раньше, пока не планирую. Честно говоря, меня на это уже банально не хватает. Найти достойную команду 2 в кубе, ну или хотя бы одного стабильного помощника по технической части за эти 5 лет я так и не сумел. А тратить и дальше столько времени и сил на регулярные съемку и монтаж больших настольных видео я уже не готов. Тем более смотрят их по-прежнему не очень активно. Особенно мнения, довольно сложные в производстве. Также за мной по-прежнему остается работа в игроведе, а значит и стабильный десяток обзоров в месяц я все равно снимаю. Я целый год искал выход из этой ситуации и мне кажется, наконец-то его нашел. Это рубрика «Кубическая почта», в которой я не просто провожу распаковку игры, но и делаю ее небольшой обзор, кратко пересказываю основные правила и делюсь своим мнением от увиденного. В целом, все, что нужно для знакомства с абсолютно любой настольной игрой. При этом значительно проще по съемке и монтажу. Конечно, время от времени на канале будут появляться и большие форматы, обзоры, летсплеи и прочее, но уж точно не каждую неделю. Впрочем, я не отрицаю и даже надеюсь, что все-таки найдутся люди, готовые поработать в команде 2 в кубе и технически организовать съемку и монтаж какого-нибудь крутого настольного шоу на главном канале о настолках в стране. Но пока все остается как есть, видео на канале 2 в кубе будут выходить без конкретного расписания и только о тех играх, о которых лично я захочу рассказать. Я думаю, что за 5 с лишним лет почти непрерывного труда я это заслужил и уверен, что вы меня поддержите. Ведь я верю, что вы любите и цените этот канал так же сильно, как я ценю каждого из вас. Кстати, мы с вами очень давно не общались онлайн, а я уверен, что у вас ко мне накопилась целая куча вопросов. На все из них я с огромным удовольствием отвечу в нашей прямой трансляции, которая состоится достаточно скоро на нашем канале на YouTube. Предварительно я думаю провести трансляцию в следующую пятницу вечером на нашем канале, но отдельное маленькое видео с четкой датой и временем я еще выложу на канал, так что обязательно следите за новостями. Да, те, кто не сможет поприсутствовать на прямой трансляции, традиционно могут задать мне свой вопрос заранее в комментариях. Только, пожалуйста, давайте к тому видео, в котором я объявлю дату и время этой самой трансляции. А здесь, не знаю, пишите, что вы думаете по поводу пятилетия 2 в кубе, что для вас было самым ярким и запоминающимся событием за эти пять лет. Может быть, какое-то видео, может быть, что-то еще связанное с каналом. Мне будет безумно интересно почитать, я с огромным удовольствием все это изучу. Кстати, может быть, даже потом сниму отдельное видео, в котором зачитаю ваши комментарии. Наверняка у вас тоже есть много интересных историй, связанных с каналом 2 в кубе. А я на сегодня прощаюсь с вами. До новых встреч на канале и не только на других каналах. в огромном нашем мире, который наверняка таит в себе еще кучу-кучу интересного. До встречи. Пока. Не знаете, где купить настольные игры? В магазине Игровед сотни игр на любой вкус. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова